Заболеваемость с коронавирусом остановилась на стабильно низких показателях за всю историю пандемии. Свидетельством тому является новый нормативный документ, отменяющий ограничительные мероприятия, которые буквально несколько дней назад были выпущены на Роспотребнадзор. Но, несмотря на минимальные показатели на снятие санитарных ограничений, официально об окончании пандемии коронавируса не объявлено. Люди болеют и в легкой, и в тяжелой форме. Отделение Сергея Посадского ковид-стационара не пустует, оно занято примерно на 75%. Ежесуточно сюда поступает от 25 до 30 человек. Немного свободнее стало и в реанимационном отделении ковидного стационара. Последнюю неделю, наверное, у нас снизилось количество пациентов в отделениях реанимации. До этого, несмотря на то, что свободный коечный фонд в коечных отделениях существовал уже где-то в течение последнего месяца, но при этом я говорил неоднократно, что наши отделения реанимации были переполнены. И объяснялось это, в общем-то, наличием тяжелой соматической патологии. Снизилась и смертность. Динамика, в общем, положительная, но показатели заполняемости стационара пока выше до пандемийных. А потому Сергея Посадская районная больница, как и роддом, все еще остаются в статусе ковидных обсерваторов. Конечно, наших жителей по-прежнему тревожит вопрос вот этого, да, такого длительного нахождения нашего учреждения в ковиде. Не пора ли возвратиться? Ну, конечно, нам бы всем хотелось, и я бы с удовольствием сказал, что пора. Но в этой ситуации кто-то должен. В этой ситуации сейчас эпидемиологической, скажем так, неопределенности. Ведь, как я уже говорил выше, пандемия ковида официально не отменена. Вот есть эта объективная реальность, которая не позволяет одним движением, скажем, вернуть и наш общий стационар, и родильный дом в русло обычного многопрофильного учреждения без ущерба для субъекта в целом. Медицинских учреждений, персонал которых научился оказывать любую помощь своим пациентам, не так много. Сергея Посадская больница и роддом был в числе. Более того, районной больнице, как к ковидному обсерватору, недавно добавлен еще один профиль. С 1 июля нам добавили еще один профиль в ковидном стационаре. Это профиль травматологии. То есть мы сейчас еще и... У нас появилась возможность оказывать помощь больным с травматологического профиля, с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, или установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции. В травматологическом ковидном стационаре уже есть пациенты, персонал обучен, опыт есть, жизнь продолжается.